Фу, как я уже спарилась, ну петь просто. Сейчас отвечу на сообщения, и потом отвечу на несколько комментариев. Так, мне здесь писали, какой у меня бедный мужик, какой мой бедный мужик. Знаете, что я хочу сказать? Я когда работала ещё на заводе, я слышала то же самое от людей. Это не повод задуматься, я рассказываю так тому, что у людей скудный ум, скудное понимание, людям нечем заняться, люди уже не знают, чем просто зацепить. Почему мне на заводе говорили так? Потому что я всё время защищала себя, я могу себя защитить не физически, а морально. Я никогда не дам себя в обиду. И то, что многие думают, что я такая пушистая, такая вся добрая, да, я добрая до поры до времени. И это время иногда заканчивается. Когда я вижу, что люди неадекватные, когда я вижу, что люди где-то начинают хамить, пусть даже завуалированно, мне это не нравится, я отвечаю. Я отвечаю на это. Это не значит, что я принимаю то, что мне говорят. Нет, я просто имею право высказаться в адрес другого человека, потому что он, в свою очередь, имел право высказаться в мою сторону. И это нормально, это общение. Но извините меня, когда люди видят потом мою реакцию, да, когда люди видят, что я могу себя защитить, что я даже это делаю, людей это бесит. И они уже не зная, чем зацепить, говорят о том, что я психопатка, я нервно больная, мой мужик бедный, да господи! Я все то же самое могу сказать и про вас, про ваших каких-то мужиков, про ваших женщин, но не говорю этого, потому что это меня не касается. Бедные, да и хрен с ним. Меня должно касаться только то, что касается меня, моей жизни. Едить, колотить! Да, по поводу того, что мне написали сейчас комментарии к моему ролику «Много мужчин» о том, что я якобы такая популярная, и мне теперь расхлебывать все вот это вот, то, что происходит. Люди дорогие, почему я должна расхлебывать что-то за других людей? Понимаете, я бы это не выносила на всеобщее обозрение, только потому, что это было единоразово, либо это было что-то такое, знаете, вот, ну, незначительное. А мне написывали женщины, которые угрожали даже мне. Я не боюсь этих угроз, потому что меня никто не знает, они даже не смотрят меня. Они увидели фотографию именно в ВК, что там, да, симпатичная девушка, все как бы. И какого хрена их мужик переписывается с ней? Они начинают у меня это спрашивать. У меня назревает вопрос просто. Почему не спрашивать у своего мужика? Конкретно, прямо в лоб. Я лично, если мне что-то не нравится, я у своего парня вот в лоб спрашиваю. Просто, чтобы ни лево, ни вправо вообще не успел убежать, чтобы, знаете, не успел скрыться. Сразу, именно по горячим следам, можно так сказать. Есть ли какие-то у меня сомнения, есть ли какие-то подозрения, я сразу все спрашиваю. Сразу, вот, вот все, понимаете. Почему другие женщины пишут мне? Почему они не со своих мужиков спрашивают? Мне это непонятно. Поэтому я и вынесла это на всеобщее обозрение. Потому что, ну, как-то, надо, знаете, в своей вот чаши вариться, в своей семье как-то это все решать, спрашивать, как-то разрешать какие-то проблемы, но никак не посвящать в это вообще другую особу, которая может вашего мужа даже и не знать толком. Да, эти женщины меня не знают. Они не знают, в каких отношениях я состою с их мужчинами. Но, блин, спросите их самих. Какого хрена мне писать? И если бы я была разлучницей, да, то, вот, реально, я бы написала бы, да, я там, любовница твоего мужа, да любая бы другая просто любовница послала бы нахер, заблокировала и все. К чему это все? Нужно разбираться в себе, в своей семье, нужно разбираться со своим мужиком, никогда не с какой-то там бабой, никогда не с кем-то другим, третьим, десятым. Нужно разбираться с самими собой. И да, кому не нравятся мои эмоциональные высказывания и кто считает, что я нервно больная, прошу удалиться. Потому что я, вот такая. Да, меня еще, знаете, что выбесило, что многие комментаторы, так как меня больше мужчин смотрят, что там происходит? Они изъясняются по поводу женщин, неважно, какой бы я ролик ни сняла, даже те ролики, где я о женщинах не очень хорошо отзываюсь, в плане там, они неправильно себя ведут с мужчинами, либо еще что-нибудь. Пытаюсь дать какой-то совет. Многие мужчины изъясняются, что женщины шлюхи, женщины такие-сякие, женщины продажные, женщины убогие, женщины уродкие, женщины все конченые. Понимаете, вот такое вот отношение к женщинам. Так, слушайте, у меня вопрос просто к мужчинам. Как вы думаете, после таких слов, после такого вашего отношения, а оно у вас хреновое отношение к женщинам, как женщины должны к вам относиться? И ведь, знаете, ни один не сказал и не уточнил даже, что это его бывшие такие, это с ним поступали плохо, это ему так не повезло с женщинами. Все пытаются только обобщить, сказать, что женщины плохи, но в свой адрес получать такие же высказывания, они не стремятся. Так, слушайте, я вам хочу сказать, на каждую пакость, на каждую обиду, которую вы совершаете по отношению к другому человеку, имейте стойкость выдержать свой адрес то же самое. Потому что, ну, блин, это человечность, это законы человечности. Я считаю, что если ты кого-то обидел, то готовься быть обиженным. Пусть даже не от этого человека, от другого какого-нибудь. И это нормально. Я не феминистка, но мне неприятно слышать такое высказывание о всех женщинах. Мне также неприятно слышать вот это вот обобщение. Потому что, если вы уточняете, что вам попадались такие женщины, это одно. Но если вы говорите в общем, то значит, и я туда тоже вписываюсь. И это неприятно. Значит, вы обо мне так говорите. Поэтому моя реакция вообще вполне адекватная на этот счет. Просто нужно уметь разговаривать, нужно уметь изъясняться, а не обобщить. А потом, короче, как бы, а что ты так реагируешь? Какая-то нервнобольная вообще. Вообще, да ну, ну тебя вообще вот это смотреть тебя. А я как высказывалась, так и буду высказываться по поводу отношений, по поводу всего остального. Потому что имею свое мнение. И кому оно не нравится, знаете, можете смотреть что-то другое. Я никого не заставляю, ни к чему не насилую, чтобы вы там меня смотрели, обязательно подписывались. Боже упаси, на каждого блогера есть свой зритель. И я не то, что не гоняюсь за каждым, мне приятно то, что меня смотрят, мне приятны те люди, которые комментируют меня, которые именно вот, понимаете, душевные люди, с которыми можно поговорить обо всем, пусть даже у нас где-то взгляды и не сходятся. Но если человек высказывается обо мне плохо, мне с таким человеком не о чем говорить. Я уже много раз об этом говорила, поэтому почему люди удивляются, которые там долго меня смотрят, и видите ли, я им где-то что-то высказала. Имейте стойкость выдержать то, что я вам высказала, потому что вы, значит, где-то меня обидели. Вот так вот.